Ну, во-первых, я, наверное, начну с небольшого прозаического вступления. Очень хочу повториться от всех, кто сегодня сюда пришел. Огромное спасибо за то, что проявляете интерес к поэзии вообще. Я был даже удивлен, что есть так много людей, которым это интересно. И огромное спасибо моему солнцу и звездам, который сидит вон там. Ален, я тебя люблю. И я начну с чего-нибудь более мягкого, и будем постепенно наращивать градус шизофрения неадеквата. Посвящайся всем, кто волею случая, по чистой случайности, оставил своих любимых где-то не здесь, далеко. Секунда. Застыла в объятиях вечность, тихая и неповторимая, хрупкая и легко растворимая, чувствами и леженежностью, слезами. Расстояние. Кто создал этот мир, столь огромный, выплетая из холода вечности? Видно, он не знал человечности, коль забросил нас так далеко. Нелегко. Расставаться с мечтами и жизнями, и бросать все работы до правила, править то, что жизнь не исправила, и доверие вновь отпускать. И молчать. В этом вечном пропитанном холоде, крики птиц не спасают от воя, а любовь не спасает и голос твой. Его птицы уносят прочь, в тихую, темную ночь, разбивая о шелест турбин стальных птиц. Я один. Вообще, пользуясь случаем, хочу передать всем людям, которые читают с телефона, не делайте так. Лучше на бумажку. Следующее стихотворение посвящается тому месту, где я, честно говоря, всегда мечтал быть, но так получилось, что когда я там на самом деле оказался, оказалось, что это место, оно абсолютно другое. И есть хорошее выражение про север, то, что его зря называют крайним, потому что он бескрайний. И вот это вот как раз тому северу, который жил у меня в мечтах, но я не знаю, наверное, лет десять. Тише. Будь тише. Собери свои чувства в кулак. Лишь тогда в тишине ты услышишь протяженное пение льда, треск костра и шипение бурана. Вдалеке, там, за громкой мгла, где метель, что ужаснее ада, заметала по мачту суда. Ты услышишь могучие волны, те, что гибнут, ломаясь со скалы. Мощь воды, килограммы и тонны, что с ветрами грохочут на пару. И как будто бы мало мне мира, и как будто бы сердце пылает. Те, кто жил в плену снежного зверя, север уже никогда не оставит. Спасибо. Очень хотелось бы... Я, к сожалению, у меня очень плохая память на имена и на лица, у меня очень хорошая память на голоса. Мне очень понравилась тема, поднятая девушкой, которая выступала первой. И очень хотелось бы, как говорится, ей немножко продолжить о море. Море. Застывший лед в синих глазах, в которых раньше было море, В которых раньше видел свет. И всю вселенную, нас двое. Застыло время и в прыжке вцепилось в души. Закрываем двери, окна, люки, в крыше. Бежим от ветра, тише! Слышишь? Ты слышишь шевел из Токеана? И крики чай в талике. Соленый бриз, песок и солнце. Так вот, все это здесь. В тебе. Ну и напоследок, как я и обещал, немножко. Нарастим градус безумия. Нет. Это чувство приходит, как правило, утром. Рвет нутро, обжигает кожу. Затемняет мысли туманом, бурым. Жгет глаза, будто газом на хлор похожим. Тошнотой точит нервы до предела. Изрывает нахрип голос тонким жалом. Разрезает сознание. Свет белый обретает цвет смерти. Сердце зажато. Каждый стук отдается вспышкой боли. Уж рвет даже шорох. Звук моли разбивает реальность в осколки. Грох от сердца разносит в храм ребра. Напряженно свистит газ в легких. Темнота просочилась, будто в дом. Кобра выплетает зверей из теней тонких. За окном вспышки молнии рвут небо. Гром похож на огонь из пушки. В голове превращается жизнь в нежить. Ладеринка сознания глубже и глубже. Пять минут назад Бог сейчас повержен. Я пытаюсь вдохнуть, мне больно. Судорожно. Я лечу в пустоту. Тело мертво, расслаблено. Воздух мягкий, как хлопок, как пух. Я лечу в пустоту. От земли показательной. Я считаю достаток по привычке. Слух. Большое спасибо.